Два текста хочу прочитать. Это 1 Петра, 2 глава, 6-7 стих. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла». И второй текст, это 28 глава Матфея, 20 стих. Вторая половина стиха написана так. «И вот, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И я хочу поделиться мыслью и хочу проповедовать о том, я в прошлый раз, когда здесь проповедовал, я говорил о ценностях, ценностях, какие у нас могут быть друг к другу, что для нас ценно. Но и сейчас, и вот первую песню «Хор пел», они тоже пели об этом драгоценном камне. Я бы сейчас хотел проповедовать на то, что для нас является самое ценное. Что может быть самое драгоценное, самое важное для нас, Божьих детей. Это Иисус Христос, этот драгоценный камень. Для нас, верующих, он драгоценность. Для нас, оно, это он самое важное. И смотрите, что сказал Иисус Христос. Он сказал «Я с вами во все дни до скончания века». И когда сейчас вот к заповеди мы готовимся, получается, что написано в Писании, что мы бы, ну, что мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Но что интересно, что в Деяниях, 20 глава, 7 стих написано, что собирались верующие для преломления хлеба в первый день недели. Они собирались в воскресенье. Получается, что, и я вот ехал, так думал, наверное, какие-то еще евреи помнят день смерти или день пропажи Моисея, или, может быть, еще кого-то. Но получается, что, что произошло с Иисусом Христом? То есть есть, как бы, в общем-то, если бы Он не воскрес, то это была бы какая-то поминальная вечеря. И уже через многие года мы бы даже уже не знали, когда это точно было, вот когда-то приблизительно, и мы бы, вот, может, еще кто-то вспоминал. Но получается, что мы вспоминаем, наш Христос, Он воскрес. То есть, Он после того, как умер, Он воскрес, стал живой. И вот, получается, мы знаем ту цену, которую заплатил Он за нас. То есть, Он к нам проявил так свою любовь. Он показал нам, насколько мы ценны. И получается, уже воскресший, и Он пришел к Павлу, и воскресший, Он уже, получается, Его учил и показывал, и говорил, что так совершайте, когда будете вспоминать мое воспоминание, мою смерть будете возвещать. И вот о чем я хочу попроповедовать. Я хочу сказать о том, что наш Бог с нами. Эти слова Иисуса Христа, живого Иисуса, который воскрес, и Он, получается, сказал, и вот я с вами во все дни до скончания века. И мне бы очень сильно хотелось, чтобы эти слова, они и в моем сердце, и в вашем сердце звучали, как драгоценное Божье обещание, как радостная новость, которая, ну, которая, знаете, как бы не... Я вам сейчас скажу, когда-то я неверующий был, и на даче мы шалили, и всегда такое, как бы такое, как бабушка всегда где-то рядом сейчас появится и, ну, как бы заметит. И такое всегда ходишь, и хочешь ушалить, и сразу смотришь, нету ли той бабушки, и, ну, вот, ну, как бы, чтобы не поймали, можно так сказать. То вот для нас обещание, что Иисус Христос с нами, оно не такое, что, знаете, ходишь, где-то не так что-то сказать сразу, а, за мной же смотрят. А именно это радостное обещание. Наш Господь с нами. И, может, у кого-то сейчас очень хорошие дни. Ну, все вообще очень хорошо получается. И вот в этих днях Господь с нами, Он, как бы, соучастник нашей радости, соучастник, да, наших побед. А если тяжело, вот, допустим, кто-то переживает за что-то, может, кто-то в болезни, то и Он говорит, я с вами, и Он тоже соучастник, и Он тоже помощник. И вот наш Господь с нами. И хотелось бы мне теперь к этому добавить, что когда мы имеем такое от Бога обещание, я хотел бы прочитать, и я хочу заметить, что вот преломление хлеба, когда мы совершаем это само таинство, если наш Бог не с нами, если для нас Господь уже не с нами, то это просто совершится какой-то видимый обряд. И даже Павел, он предупреждает, что некоторые люди, не рассуждая, они болеют и умирают. Но получается, когда мы, в нашем сердце горит эти слова, они для нас живые. Это то, что наполняет всю нашу жизнь. Иисус со мной, живой Господь Иисус со мной, Он очень сильно за меня заплатил, Он спас меня. И вот получается, я с такими словами в своем сердце прихожу, и я вспоминаю о Его страданиях, о Его смерти, какой ценой были, как бы им, что Он заплатил за то, чтобы мне сегодня сказать, что Он со мной, что Он сегодня будет со мной и мне будет помогать. И я хотел бы прочитать это второе Паралипоменон, 15 глава, к этим словам, к тому, что Бог с нами. Я хотел бы прочитать несколько еще текстов, хотел бы поразмышлять. Написано так. Тогда на Азарию сына Адедова сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему, «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас». Вот такие слова. И я хотел бы, чтобы, когда мы готовимся сегодня к совершению этого служения, когда мы, и не только сегодня, но когда мы живем каждый день, ну, что-то делаем, очень бы сильно хотелось, чтобы мы, получая эти радостные от Бога слова, Он с нами, бодрствовали над тем, чтобы и мы были с Ним. И я хотел бы показать одну историю из Библии, пример, и на что я хотел бы обратить внимание. Я вот заметил, я прочитаю эти слова, и я с вами поразмышляем, я хотел бы вам показать, как это получается. В общем, Самуил избирает Саула. Саул из-за каких-то, ну, такие произошли, как бы, обстоятельства, он приходит в город, где Самуил, там они встречаются, он его тайно помазывает на царя, и отпуская его, говорит ему, как бы, какие над тобой должны знамения произойти. И он перечисляет ему, ну, вы помните, я не буду вот эти все, эти самые, я хотел бы важные одни слова прочитать. Это 7 стих, 10 глава 1 царств. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Получается вот такое, он получает обещание, и дальше, следом, это самая первая встреча Саула с Самуилом. Он ему сразу говорит, «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Получается, самый первый раз еще знамения над ним не совершились. Он просто услышал это пророческое слово, как все должно совершиться. Если так совершается, то уже знай, что все, что может твоя рука делать, «Делай с тобой Бог», но дает ему заповедь. И заповедь, знаете, дает простую, очень легкую. Ее совершенно легко выполнить. Она никакая-то несложная. И после этого происходит как бы череда событий. Сначала при всех вместе его избирают царем, уже через жребий. Его уже при всех рукополагают, помазывают на царя. Получается, некоторые, как бы говорят, ну ему ли над нами царствовать, некоторые пошли с ним. Но дальше написано, что он, мы когда читаем, написано, что он с валами потом ходил по полю. То есть, он не стал таким царем, который уже сидел и царствовал. Но потом происходит маленькая война в Иовисе Галаадском. И там касается его Бог, там над ним действительно сбываются вот эти слова, обещания, делай все, что может твоя рука, ибо с тобой Бог. И он, в Иовисе Галаадском, получает победу. Там к нему приходит Самуил, и уже все говорят, ну это действительно царь. И царь как бы с делами, ну такой вот настоящий. И уже Самуил ему говорит, давай теперь обновим царство. Уже вроде бы как бы, уже по-настоящему стал он царем. И вот после этой ситуации, я хочу на что обратить внимание, что мы храним Божьи обещания в сердце, тогда, когда еще не получили обещанного. И храним очень трепетно, храним очень стараемся, очень сильно бережем, чтобы это как бы обещание, оно такое, знаете, вот как пушинка, вроде раз и улетело. И вот мы так очень за него переживаем. И у меня один есть знакомый, и вот я видел, как бы мы с ним общаемся, и он рассказывает свои переживания. «Он прищепил яблоньки, взял вот это на веточках, поприщепливал яблоньки, и тут холодно стало, и он говорит, так стало холодно, надо как-то какие-то кулечки повешать, как-то придержать, ну чтобы эти прищепленные веточки нигде не поотпадали, нигде, так очень сильно он за них переживает. И я потом, как бы уже дальше просмотрел, как потом происходит дальше, когда прививаются эти росточки. Они вырастают, начинают приносить плоды, и хозяева деревьев приходят и трусят их, ну чтобы попадали яблони. Они уже, ихние яблони, уже можно и на дерево залезть, и ветка может трещать под тобой, получается. Но это уже, как бы ты над этим не переживаешь. Оно уже твое выросло. И вот я заметил, что когда Бог дает обещание наперед какое-то, когда Бог тебе дает слово веры, то ты его бережешь, пока оно не сбывается. Вот если ты, допустим, ну так просто кто-то тебе сказал, давай начни по чуть-чуть читать Библию, там больше по утрам, попробуй где-то проповедовать. Вот видно, может как бы Бог хочет через тебя трудиться. И когда ты только получаешь такое обещание, очень бодрствуешь, очень стараешься, и уста бережешь, и Библию с собой носишь, и получается, ну, и встаешь пораньше помолиться, а тут получилось пару раз хорошо проповедовать, и уже Библия просто лежит, ты же уже знаешь, что там где написано, оно уже как-то вроде, как будто бы само собой, вроде дальше пойдет. И вот получается, я показываю пример Саула, что произошло. Получается, он обещание получил, получил, обещание сбылось, заповедь получил. И вот заповедь, она была очень простая, надо было просто дождаться. И вот его победа, он уже привык как бы побеждать, он хотя один раз только победил, но уже, он уже такое чувство, что уже ему заповедь как бы не нужна. И вот, ну, написано, что он получается на этой второй войне не дожидается Самуила. Приходит Самуил, уже жертва принесена, и ему говорит Самуил, говорит вот так, это уже 13 глава, 13 стих. Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрощил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. И вот получается, получает уже Саул вот такие другие слова. И заканчивается вот эта вся история 14 главой, 47 стихом, и там написано так, и утвердил Саул свое царствование над Израилем. Уже получается, не Бог утвердил его царствование, не Бог уже с ним, но Сам Он уже утвердил свое царствование. И сейчас, когда, ну, у нас такое воскресное служение, мы помним нашего Господа, мы любим Его. И я очень бы сильно хотел, чтобы мы сейчас стали молиться Богу, и молились о том, что наш живой Господь, Он с нами. И я бы хотел, вы знаете, один человек оценил, и это еще пророчески было сказано, ну, Господа в 30 серебряников. И хотелось бы, чтобы когда мы сейчас встанем молиться, когда мы будем нашего живого Господа, задавать вопрос, Боже, нехорошо очень, когда Ты со мной. Но я задаю вопрос, я с Тобой, я задаю вопрос Тебе, Ты очень за меня много заплатил, и Ты живой Господь. Я сейчас смотрю на это служение, я смотрю, и я вижу, что это большая цена, которую Ты заплатил. А я? Не продал ли я Тебя еще? Может 30, у кого-то может немножко больше, а у кого-то может меньше. И я вчера общался со своим папой, но он у меня неверующий, во грехе живет. И вы знаете, я заметил такую вещь, что вот мы с ним говорили, он мне просто рассказал из жизни историю, и в общем, что я заметил, что это какая-то как ирония, ирония, и даже я не знаю, как что сказать, но размениваются люди не на много, а размениваются всегда на немного. Как-то так получается странно, что, то есть, даже Иисуса, и эти слова у пророка, они звучат, вот цена, которую оценили меня. И как бы интонация в этом вопросе звучит, вы можете прочитать, она получается не так, что, о, как много за меня дали, а она звучит с сожалением, что мой народ, то есть, он меня оценил в мало, то есть, как бы, разменялся за мало. И хотелось бы очень сильно, чтобы, когда мы сегодня помним цену, которую он за нас заплатил, мы задавали вопрос, Боже, мне хорошо от Тебя, что Ты со мною, но я тоже хочу быть с Тобою. Я хочу тоже каждый день своей жизни, сейчас с Тобою участвовать в преломлении, с Тобою идти домой, с Тобою совершать служение, с Тобой говорить что-то. И как вот брат Назар, он вначале сказал, что во всем, в работе, где-то еще, в учебе, посей себя. Ну, как бы, то есть, такие он слова интересные сказал, как бы, ну, переступи через себя. И вот получается, что, и смотрите, как выходит, потому что наш Иисус, для того, чтобы сказать нам, что Он с нами, Он через себя переступил. И вот получается, сейчас такой вопрос звучит, готов я сказать моему Господу, Боже, я хочу быть с Тобой, готов я платить цену. И давайте мы будем молиться с таким вопросом у себя в сердце. Аминь.